ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Рохнишь таки! Лёх, я не смог. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Короче, смотрите. На рынке китайских, но качественных аксессуаров мы замечали три прикольные фирмы. Это Риммакс, Базиус и Будди. Сейчас к этим фирмам добавилась ещё одна. РОК! И у них просто офигенные аксессуары. Готовьтесь. Нахрен это ерьмо! Поехали. Всех задолбали, но всё равно всем нужны ПАУЭРБЕНКИ! Внешне они серьёзно отличаются от тех, что были у нас раньше. С тканевой оплёткой и очень-очень приятные на ощупь. Ух! В общем, однотонная ткань. Ткань с текстурами. Есть даже жёсткая ткань. Вот только стирать это всё нельзя. Ну и, соответственно, ёмкости на 5000 и 10000 мАч. Единственное, вот эта вот металлическая штука на самом деле не металлическая, а пластиковая. Но если вам нужен металл, то есть ещё и вот такие вот металлические пауэрбэнки. Здесь Type-C на вход и выход. И они очень приятные на ощупь. Также с ёмкостью 10000 мАч. Люблю металл. К тому же выход у всех этих пауэрбэнков целых 3 ампера. Идём дальше. Так, давайте честно. Мне откровенно надоело рассказывать про лайтнинги. Поэтому вот у меня они есть на столе. Я про них очень быстро расскажу. Если вам что-то интересно, идите в описание. Там есть все ссылки. Г-образные лайтнинги, недорогие лайтнинги, лайтнинги 3 в 1, необычно выглядящие лайтнинги и лайтнинги на Type-C и вот ещё много-много всего. Короче, выбрать есть из чего. И на самом деле только два сегодня необычных кабеля, о которых реально очень хочется рассказать. Первый из них вот. И если вы сейчас мне скажете, о, Женя, да это же просто ремешок, то сильно ошибаетесь. Это не просто ремешок. Лёгким движением вот такой вот ремешок превращается в лайтнинг кабель. И в этом есть сразу несколько плюсов. Во-первых, его не так легко сломать, как любой другой. Во-вторых, он просто стильно выглядит. А в-третьих, его гораздо проще взять с собой. Вот так вот уцепил, короче, лайтнинг в телефон и в пауэрбанк, и всё нормально. Носишь всё вместе. Прикольно. К тому же это кожа. Все рокеры любят кожу. Но если вам предыдущий кабель коротковат, то эти гораздо длиннее, гораздо менее солидные и гораздо более весёлые кабели животные. Мышь, обезьяна, змея, кролик, собака, конь. Прям почувствовал себя героем мультика о Джеки Чане. И цыплёнок, то есть кок. Let me put my cock in your phone, because I'm a bilingual. Ах да, чуть не забыл. К тому же эти кабели все плоские, поэтому запутываться будут гораздо меньше. И в них есть элементы из резины, за которые приятно хвататься пальцами. Рубрика «Зашквар года». Только начало уже есть за шквар. Некоторые батареи зимой в офисах и домах настолько раскалены, что просто жесть. Если вы не хотите охлаждаться окном и боитесь, что вас продует, вот эта штука прям идеальна для вас. Мини-вентилятор. Он беспроводной, он со своей батареей, но к тому же это ещё и колонка. Бунтарь настоящий. Конечно, адовая вещь, но это не отменяет её практичности, особенно в офисе, особенно летом. Но главная её функция не эта. Главная её функция — Вингардиум Левиоса! Не Левиоса, а Левиоса! Левиоса! Офигенные чехлы с кармашком для карточки — единственный правильный способ ездить в метро. Иначе куда же, куда же девать тройку? На самом деле они очень классно выглядят. Кармашек этот на магнитике, поэтому он не будет просто так улетать. И плюс из этого кармашка очень клёво делается подставка. Недостаток в таком чехле только один. Через такую гигантскую прослойку с кармашками, может быть ещё и карточкой, не будет работать беспроводная зарядка. Но всем нам приходится чем-то жертвовать ради красоты. Они выглядят очень премиально, прям совсем не на свою цену. К тому же можно выбрать какой-то другой цвет. Ну и если вам нужен чехол с кармашком для карточек, то лучшего чехла я просто не видел. Вилки для розеток. Казалось бы, такая банальная вещь, но от этого не менее нужная. Есть вот такая вот вилка с 3-мя амперами исходящего тока, которая поддерживает Quick Charge 3.0, особенно полезно для юзеров андроида. А есть вот такая вот вилка аж на 4 розетки с прикольным названием Сахарочек. Здесь исходящего тока аж 4 ампера. Неудивительно, 4 разъёма, 4 ампера. Оказывается, вилки нужны не только для того, чтобы вкусно покушать. Вот это да! В смысле, пауэрбенчик вот такой вот маленький, прикольный, на 2600 мАч. Это отличный вариант, чтобы просто кинуть его куда-нибудь в карман или рюкзак и не париться просто до самого критичного момента. Спасибо тебе, 2К18! Теперь нам нужно два пауэрбенка, чтобы жить комфортно. Если не больше. Или хотя бы батарейный чехол. Вот такой вот жёсткий чехол на 7+. Плюс он твёрдый, он не даст вашему телефону разбиться. И плюс здесь батарея на 2800 мАч. И к тому же он клёво выглядит. Комбо! Он подходит и для 8+, и его заряда точно хватит на одну зарядку. Но он увеличивает и так гигантские размеры плюсов, да просто невероятных. Смотрите, какая байдень, как её в руке удержать. Ну и наконец, пауэрбенк с экранчиком, который показывает оставшийся процент заряда. Ещё он на 10000 мАч. Вот это были все ништяки. Рот! Обязательно пишите в комментариях, что вам из них понравилось. И не забывайте, что всё это можно купить по ссылкам в описании. Лайк, подписка и будет большая радость всем участникам команды BigGeek. Всем спок! Пау! То есть... Что? Жёсткая ткань! Delivery Club? Что? Отвл... Прекращаем съёмку. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова